Здравствуйте! Это программа городские встречи. Меня зовут Максим Васильев. Давненько мы с вами не говорили о криминогенной обстановке в Рязанской области. Именно поэтому мой собеседник сегодня заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикрев. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Владимирович, можно ли как-то охарактеризовать нынешнюю криминогенную обстановку в области? Может быть, она высокая, низкая? По каким вообще параметрам это оценивается? По разным параметрам можно оценивать. Прежде чем ответить на данный вопрос, хочу сказать, что прокуратура является координатором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. И, соответственно, эта работа проводится исходя из криминогенной ситуации, которая сложилась в регионе. Наиболее актуальные вопросы противодействия преступности обсуждаются на коррекционных, межведомственных совещаниях, а также на заседаниях межведомственных рабочих групп. Разумеется, на этих совещаниях и заседаниях вырабатываются определенные меры, которые способствуют снижению уровня преступности, устранению тех негативных тенденций, которые образовались в криминогенной ситуации. И выработка данных мер коррекционного характера, если судить о криминогенной ситуации за 8 месяцев текущего года, позволила сократить количество зарегистрированных преступлений в текущем году на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сократилось число совершенных в области убийств, изнасилований, краж, мошеннических проявлений. В то же время следует отметить, что напротив на 11% возросло число совершенных в регионе таких преступлений, как тяжкие, особо тяжкие. Мы проанализировали эту ситуацию. Данное увеличение вызвал тот факт, что практически в два раза увеличилось число совершенных в регионе краж с чужого банковского счета. Это когда граждане, потерпевшие, становятся жертвами телефонных преступников, сообщают реквизиты банковских карт, либо после хищения этих банковских карт происходит оплата за товары в магазинах. Данные преступления относятся к категории тяжких и повлияло на увеличение удельный вес тяжких, особо тяжких преступлений. Следует также отметить, что за прошедшие 8 месяцев текущего года имеется тенденция увеличения числа зарегистрированных в области развойных нападений, а также фактов фальшивого маньяки. Это, конечно, негативные тенденции. Мы вырабатываем меры по противодействию данным преступлениям. Я думаю, выработанные меры позволят сократить число данных преступлений. А скажите, пожалуйста, география как-то зависит, география преступлений, от мест совершения? То есть в каких-то районах может быть традиционно выше этот уровень преступности, каких-то ниже? Если говорить об уровне преступности, то у нас традиционно один из самых низких в Центральном федеральном округе. У нас 420 преступлений на 100 тысяч населения. Для сравнения в Центральном федеральном округе он составил данный показатель 580 преступлений, по России практически 800. Что касается географии по нашей Рязанской области, здесь трудно говорить о каких-то составах преступлений. Где-то в какой-то период в одном районе совершается больше преступлений, где-то в другом. Можно лишь определить тенденцию, допустим, для сельских районов, небольших сельских районов области больше характерна рецидивная преступность, алкогольная преступность. Но это зависит от того, что людям трудно трудоустроиться найти место работы. И зачастую в состоянии алкогольного опьянения они совершают преступления. Что касается крупных районов областного центра, здесь больше характерно увеличение уличных преступлений. Ну, это связано с различными развлекательными мероприятиями, которые проводятся у нас в областном центре. Ну, соответственно, уличные преступления здесь традиционно выше, чем остальные. Что касается таких преступлений, как сбыт наркотиков, ни для кого не секрет, что уже многие годы распространяются наркотики по сети интернет. В период пандемии была отмечена такая тенденция, что ареал распространения, он больше выдвинулся из городской среды в лесные массивы, где обнаружить вот эти закладки правоохранительному органу. Отследить эти закладки бывает очень трудно. Но сейчас вот тенденция такая. Если раньше где-то рядом с жилыми домами прятали наркотики, потом сообщали по сети интернет нахождение данной закладки, то сейчас все-таки немножко при дислокации произошла в лесные массивы. А что касается раскрываемости преступлений, вырос ли этот показатель? И вот есть ли категории преступлений, которые остаются не раскрыты? Ну, что касается раскрываемости преступлений, Рязанская область здесь последние годы находится в лидерах как в Центральном федеральном округе, так и по России. По состоянию работы за первые полугодия Рязанская область заняла третье место по общей раскрываемости преступлений в Центральном федеральном округе и 12 место по Российской Федерации. Уровень раскрываемости составляет на сегодняшний момент 72%, он немножко увеличился по сравнению с прошлым годом. Но тем не менее следует отметить, что нераскрытыми остались более тысячи преступлений. Значительно возросло число нераскрытых тяжких, особо тяжких преступлений. Что касается трудно раскрываемой, здесь опять та же категория преступлений, совершенных в сфере информационных телекоммуникационных технологий. Разумеется, это сбыт наркотиков, это телефонное мошенничество, хищение из банковского счета. Данный пласт преступления, он, конечно же, очень трудно раскрываемый. Необходимо также отметить, что существуют так называемые латентные преступления, когда преступник сам не придет и явку с повином не напишет. Это хищение, с использованием служебного положения, должностные преступления, это взяточничество. Да, здесь раскрытие и выявление, прежде всего, данных преступлений зависит от работы оперативных подразделений правоохранительных органов. Насколько эта работа отлажена, зависит, конечно же, выявление, раскрытие данных преступлений. Хотелось бы, если мы заговорили про латентные преступления. 23 сентября текущего года на Координационном совещании правоохранительных органов области обсуждался вопрос состояния работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности. Отмечалось на данном совещании, что работа наших правоохранительных органов в регионе на данном направлении, она немножко пробуксовывает, конечно. Слабые оперативные позиции именно по выявлению, как я уже сказал, латентных преступлений. Экономическая направленность – это не только взяточество, хищение, это в том числе распространение тех же фальшивых денежных знаков. Это преступления общеуголовной направленности, они у нас стабильно высоки. Что касается выявления латентных преступлений, вынуждены были констатировать, что мы, конечно, здесь правоохранительные органы не дорабатывают. Вопрос касался также и преступлений в сфере национальных проектов. Ни для кого не секрет, что с 2018 года национальные проекты реализуются, на их реализацию выделяется большое финансирование. В частности, в 2021 году в нашем регионе на реализацию национальных проектов было выделено более 15 миллиардов рублей. Разумеется, при таком значительном финансировании имеется все основания полагать, что при освоении этих денежных средств допускаются серьезные нарушения. И, конечно же, одной из первоочередной задач как прокуратуры, так и всех правоохранительных органов является своевременное выявление этих нарушений, дача правовой оценки действий тех или иных виновных лиц, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Такие дела уже были в Рязанской области? Да, в текущем году было возбуждено 6 уголовных дел, но примечательно 5 по результатам общенадзорных прокурорских проверок. Это опять к работе оперативных подразделений, правоохранительных органов. Только одно было по результатам оперативной розыскной деятельности, возбуждено 5 по результатам прокурорских общенадзорных проверок. Три из этих дел при освоении денежных средств, выведенных на реализацию национального проекта «Жилье, городская среда» и три национальный проект здравоохранения. Четыре уголовных дела на сегодняшний момент уже направлены в суд с обвинительным заключением, то есть успешно расследованы, доведены до суда. Хорошо. А что касается подростковой преступности? Вот вы говорили о тяжких преступлениях. Подростки как часто совершают именно тяжкие преступления? Ну, подростки-то, им неведома категория тяжкие-нетяжкие преступления. У нас законодатель вообще выделяет возраст, с которого начинается уголовная ответственность несовершеннолетняя, где-то 14 лет, по каким-то преступлениям 16 лет. Законодатель это связывает с тем, что с какого возраста подросток понимает, что данное деяние запрещено уголовным законом. Что касается в целом подростковой преступности, если по итогам прошлого года мы наблюдали стремительный практически рост подростковой преступности, мы анализировали эти проблемы, принимали меры и к органам системы профилактики преступления, правонарушения несовершеннолетних прокуроров, выявляется множество нарушений в их деятельности. Принятые меры позволили этот стремительный рост подростковой преступности не только остановить, но и снизить. Если смотреть за 8 месяцев текущего года, подростковая преступность у нас снизилась на 40%, со 105 до 62 преступлений. Серьезно показать. Тем не менее, это не повод останавливаться на достигнутом, опускать руки и прекращать профилактическую работу. Ну, как я уже сказал, в текущем году резкое снижение данной подростковой преступности, это характерно в том числе и для групповой преступности. Если в прошлом году мы имели несколько таких сплоченных групп, которые совершали тождественные преступления многоэпизодные, то в этом году, в принципе, таких преступлений нет. Тем не менее, анализ показывает, что в текущем году совершено одно убийство подростков. В Милоктябрьском районе два подростка совершили двойное убийство. В настоящее время предварительное следствие пока не закончено. Обвинение предъявлено, и вина практически доказана. В скором времени уголовное дело будет направлено в суд. Следует также отметить, что одной из негативных тенденций – это вовлечение подростков в распространение наркотических средств. В текущем году мы выявили 8 таких преступлений, связанных как с хранением, так и с бытом наркотических средств, где участвовали подростки. Это говорит о том, что далеко еще не все благополучно с подростковой преступностью. Меры, конечно, профилактического характера необходимо продолжать. А скажите, пожалуйста, мы живем в условиях пандемии. Она какие-то коррективы вносит в увеличение или уменьшение количества преступлений? Вы понимаете, что такое пандемия и те ограничительные меры, которые выводились в связи с пандемией? И, конечно же, люди меньше выходят на улицу. Это приводит к тому, что в сфере информационно-телекоммуникационных технологий произошел резкий рост данных преступлений. Это характерно не только в Рязанской области, но и для всех субъектов Российской Федерации. И эта тенденция, она, конечно, негативно присутствует. У вас одна из функций – это проверка достоверности уголовно-правовой статистики. Каким образом можно выявить нарушения в указанной сфере? Выявлялись ли они в этом году? Разумеется, их выявляется большое количество. Необходимо понимать, что прокуратура отвечает за достоверность государственности и статистической отчетности в сфере преступности. Эта отчетность состоит из определенных карточек, которые заполняются следователями, прокурорами. Обывателю очень трудно объяснить, но от этих всех документов первичного учета в конечном итоге складывается та картина преступности в тех отчетах, которые у нас имеются. Если в те или иные документы первичного учета занести недостоверные сведения о преступнике, о его жертве, о сумме причиненного возмещенного ущерба, о направленности преступления, общеуголовное, коррупционное, экономическое – это все в конечном итоге влияет на достоверность в целом государственности, статистической отчетности. Но в целом, если судить по этому году, беспокоиться не о чем. Ну, как вам? Если сравнивать с другими годами, то есть такого резкого скачка, резкого роста не наблюдается. У нас рост преступлений тяжких, особо тяжких. Да. Это меня беспокоит. Это меня беспокоит. Это не только хищение с банковского счета, это разбойное нападение, это фальшиво манечество, это не может не беспокоить, и мы в этом направлении обязаны работать. Что будет в следующем году, зависит от той работы, которую мы будем проводить в этом году. Если где-то у нас снижение, это не значит, что останавливаться на этом можно. В целом, необходимо анализировать преступность, где можно получить всплеск этой преступности. То, что зарегистрирована преступность такая, это еще не значит, что она полностью отражает картину. Прокуроры ежегодно выявляют в массовом количестве, большое количество преступлений, укрытых от учета, путем необоснованного отказа возбуждения уголовного дела. В текущем году мы поставили на учет 500 таких преступлений, это каждое десятое из числа зарегистрированных. Разумеется, если бы мы этой работой не занимались, они так и были бы в материалах об отказе возбуждения уголовного дела. Латентная преступность также на это влияет. То есть, здесь совместная большая работа и профилактическая, и по выявлению данных преступлений. Только если она проводится надлежащим образом, она позволяет говорить о достоверности той криминогенной ситуации, которую мы имеем. Спасибо вам за разговор. Мы сегодня о криминогенной обстановке в Рязанской области говорили с заместителем прокурора области Алексеем Дикаревым. Удачи вам в вашей работе. Ну, а мы с вами еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова